Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров принял едва ли не Соломонова решение. Политика подвел его же родственник, обманувший наивных и доверчивых жителей одного села, на 5 миллионов. Владимир Роменский о применении классики в современной жизни. Мошенник действовал точно таким же методом, как и главный герой произведений Ильфа и Петрова. Главное, чем он подкупал наивных жителей села Долокова, он заявлял о своей родственной связи с главой республики. Мужчина, представившись Русланом, сказал, что является двоюродным братом Юнусбека Евкурова, а местом своей работы он назвал Минэкономразвитием, опять же, Ингушетии. Втеревшись в доверие к жителям села, аферисту удалось обобрать порядка 400 человек, от которых он получил в общей сложности 5 миллионов рублей. Ровно таким же способом действовал и Остап Бендер. Именно поэтому Юнусбек Евкуров решил демонстрировать обманутым селянам фильм про известного мошенника на протяжении месяца. Здравствуйте. Здрасте. Вы меня не узнаете? Нет, не узнаю. Я сын лейтенанта Шмидта. Так, 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 так. Я, собственно, в ваш город случайно попал. Дорожная неприятность осталась без копеечек. Да вы не волнуйтесь, товарищ Шмидт. Вы сядьте. Вот и хорошо, что вы не обратились к частному лицу. Да. Конечно. Мне не надо, это всего 50 рублей. Здесь сын лейтенанта Шмидта, там брат Юнусбека Евкурова. Согласитесь, история очень похожая. По словам жителей села Долокова, они отдали свои деньги в надежде на развитие малого бизнеса, якобы для получения грантов, которые выделяет федеральный центр. Собрав 5 миллионов, Руслан Евкуров, который действительно является родственником главы Ингушетии, пообещал вернуться и уехал. Теперь его ищут, но уже правоохранительные органы. Сам Юнусбек Евкуров, обиженный тем, что порочат его имя, сообщил, что знает, где находится аферист. Его обязательно задержат и арестуют, пообещал глава республики. А самих жителей он решил отучить, доверять, кому попало. Ну вот теперь фрагменты им придется смотреть про Стапа Бендера, причем довольно-таки долгое время. Леша? Спасибо, Владимир Роменский. И друзья, сразу...